Расквартироваться в Нурманске, без всякого этого. Ну, ребята, прошло две недели, прошло два месяца. Наши с вами деды и прадеды, бабушки и прабабушки, этих героев расквартировали в Тундре. Совершенно раздетых. Как пришли? Первый друг на защиту стал командир 100-го погранопряда Калейникова. Вот по этой схеме очень хорошо видно, почему все северные скоты и муста в Тундре подались в наших руках, и почему с первого дня войны домашний скоты стал? Все, три гумана. Все, вот с уколя до снаряда, ребятки, все, вот бинта от лошади, бедрок, все доставляло смертность. До двух лет. В 43-м году здесь была французская северная зоноска. Вся французская зоноска, а французская зоноска. Перешла в руки моряков, командующие команды. Сразу же здесь была сформирована 254-я бригада морской пехоты. Сюда же была переброшена в 1942 году 12-я бригада морской пехоты, это после Бекшуевской операции, и 63-я бригада морской пехоты, которая формировалась на Южном Урале, ребята. В ее состав вошли моряки-дальневосточники и, поверьте мне, все национальности, которые у нас живут в составе Европы, ребята. Это и татары, и удмурты, и башкиры, все ребята. Вот, 63-я бригада морской пехоты была, ребята, интернациональной, многонациональной. 17 национальностей было в этой бригаде. Она в итоге была, ребята, награждена, краснознаменной стала. Она сформировалась только сюда, краснознаменной стала, ребята, заслуженная. И в конце получила название четко ясное, Пицама Киркеновская. И вот вы видите, там пластины есть, когда по ущелью спускаюсь, вот это. Там как раз написано много-много-много букв и 63-я, бригада 63-я. Почему, ребята? Потому что она, Пицама Киркеновская, краснознаменная, бригада морской пехоты 63-я. Вот, понимаете меня, вот, ребята, это заслуженные ребята. Представляете, видите, вот, что хочется сказать, все как один, ребята, стали, национальности и народности, которые у нас живут в России, все как один стали на защиту своего отечества. Как говорил Кабанов, да, все, кто здесь воевал, с 42-го года, стали называть себя, вернее, были морскими пехотинцами. Называли они себя очень просто, краснофлотцем. Фашисты им другое название придумали, черная смерть. Действительно, ребята, они очень боялись морских пехотинцев. Те презирали смертью люди. Шли на подвиги во имя, имя России. Для них слова, ребята, сам погибай, а товарища ворочай, спасай. Не пустые слова. Вот что он делает, ребята, вы должны знать. Как говорил Кабанов, боюй здесь на севере, мы помогаем воевать на юге. С какой стати вроде бы, а стати одна. В 42-м году фашистам позарез потребовались горные егеря на Кавказе. Но ни одного, там были горные егеря, с других. Но ни одного горного егеря с мурманского направления на Кавказ не попало. Просто им решить я никто не давал. И даже 6-я горно-егерская дивизия, которая была снята с кредитой и должна была прямым входом идти на Кавказ, оказалась здесь, ребята. Это самая одна из лучших дивизий. Взамен вот этих обмороженных. Ну что хочется сказать, ребятки. В марте 43-го года с боевых позиций спускается лейтенант Бутин. Лейтенант Бутин, ребята, спускается. Вот этот лейтенант, ребят, Бутин, он стихи писал. Замечательные шестихи. Они были опубликованы в газете «Североморец» у нас здесь, ребятки. И напечатаны в других газетах. Каким-то чём-то на них выходит композитор, ребята, Калмановские, ребятки. Пишется музыка. И запомните, Бутин является автором нами всеми любимой песни «Прощайте, скалистые горы». Это вот Бутин, ребята. Трагическая страничка. Дюбий десант Юнеевич. Юнеевич – сын белорусского народа. До войны был учителем вашего класса. Во время войны стал одним из лучших разведчиков Северного плода. В марте месяце 43-го года ему поступает приказ собрать отряд. Вот 48 человек отряд, ребята. Это самые лучшие разведчики. 40. Отряд сводный. Почему мы говорим «сводный»? Ребята, разведок у нас было много здесь. Смотрите. У 12-й бригады своя, у 63-й своя, у 254-й своя, у артиллеристов своя, у погранцов своя. И вот он собрал самых-самых кучих людей. Они друг друга могли и не знать. Почему? Потому что разведчики не встречаются между собой. Они вот 12-й бригаде, ты разведчик, 12-я бригада. Все, он свои задания выполняет. В общем, все. Именно бригаду. Они не встречаются. Но здесь вот они все были вместе собраны. 28-го марта этот отряд был высажен десантом. Отсюда в 7,5 километрах прямо на запад, на юбужное побережье, Малый, Волоковой. Отойдя от берега полтора километра, этот отряд попадает в засаду. Двое суток эти отважные парни бьются в окружение, дважды вызывая огонь на себя. Последние их слова, вот реально диаграммы все есть здесь, ребята. Последние их слова. Вызываем огонь на себя, прощайте. Отомстите за нас. Гибнут все. Только через 5 суток вот этот залив, который вы видели, Волоковая, Малая, на двух связанных бревнышках переплывает. Один из десантников, один из разведчиков, это Бакин. Архангел-Огородец, на двух связанных бревнышках. В общем, дважды раненого, без сознания, обмороженного, его находят наши разведчики на южном побережье среднего полуострова. Рублички-артиллеристы, они всегда ходили вдоль берега, полотенки его, по обсушке. Он выжил. И вот, ребята, благодаря ему и писателю Кожуховскому, который здесь всю войну провел, и финскую компанию тоже здесь, он хорошо знал Ленина Ильича. В 68-м году он выписал свою замечательную книгу «Десант на мусто-тундуль». И вот, мы из этой книги впервые ребята узнали про этот десант. Они умалчивались. Вообще, мы не знали ничего про него. Самое интересное, что фотографии некоторых людей здесь вы видите, тех, кто в десанте был в этом, ребятки. И они до сих пор числятся в списках пропавших без вести. Потому что их тела в свое время остались на территории вражеской. Ну, что хочется сказать. Значит, эстафету потом подхватили комсомольцы и молодежь Мурманска, Мурманского пароходства. Там секретарь комсомольской организации был Михаил Орешетов. И он, по сути дела, вместе со своими друзьями, ребят, поставил вот этот памятник, который мы видим. Это стилизация штыка из нержавея, эти ребята. Все элементы, цемент, все. Они таскали на своем горбу, на место установки памятника. Где-то примерно 4,5-5 километра. Но они это дело сделали. Народная тропа к этому памятнику, ребятки, не зарастает. Каждый год у нас молодежь ходит туда на лыжах к этому памятнику в тяжелейшем условии, вместе с лыгами, с цветами. Вот эти числящиеся в списке пропавшие без вести, друзья мои, они не пропали без вести. Они вступили в бессмертие, ребятки. Так же, как все, кто. Потому что мы знаем, что они погибли, защищая нас с вами. Это бессмертие, потому что мы о них помним. На южном побережье полуострова Средний, сразу же было, вернее, на западном побережье полуострова Средний, сразу же после Лефинской компании были установлены наши береговые батареи, которые перекрывали вход в Печенский залив. Что такое портли на хамаре и Печенка для 20-го Пландской армии и для Северной Финляндии, друзья мои, это единственная добра в жизни ни шоссейных, ни грунтовых, ни железных дорог тогда в Печенском районе просто не существовало. Ну, что там, 0,2 человека на квадратный километр, да, все жались куда? Море, где можно поесть. Там же рыба, залив-то не замерзает круглый год. Все туда жались. А в Тондр-то что там делать есть? Нечего. Львы, если ягоди пособирать, да и все. Так что, потом они настроили, конечно, дорогу. Но это уже потом было, ребята. И здесь, как кость в горле, встали наши артиллеристы. 221-я батарея поначалу. Вот памятник, который на месте, где было кладбище артиллеристов, ребята, в годы войны, построен был памятник вот этот путь. Комсомольцы молодежью Печенского района, комбиранта Печенганетии. Там лежит стол пушки. На нем нарисовано 38 звездочек, 38 кораблей, и они дошли до местного назначения. Вы представляете это? Сотни тысяч тонн груза, которые недостали с одной стороны 20-го Атландской армии, потому что сюда везли все, что убивает, и Великой Германию в том числе. Почему? Потому что вазелиты они отсюда самое главное свое сырье для тяжелой промышленности, ребята, это никель, а никель это броня, это танки, это стволы пушат, все. У нас машина, в ней 20% никель, и меньше. То есть все лидированные стали, так будем говорить. Значит, в ней далеко не увидишь. Все думают. Ну, это свое думает, кроме счастья, конечно. Но это наступило октябрь 44-го года, друзья мои. Наступила пора освобождения в Святой Печенской земле от немецко-фашистских захватчиков вместе с Северной Норвегией. Что к этому времени произошло? Наши уже по всем фронтам наступали. И блокада была с Питера снята. Уже Питер перестали разрушать квартал за кварталом немецкие тяжелые артиллерии и самолеты. Ребята, Финляндия вышла из игры. В сентябре месяце был подписан нужный договор. И финны развернули свои глазка, потом 20-й в Аплантской армии. Вместе с Красной армией они изгоняли те на своей территории из Северной Финляндии, а мы здесь, ну, вот, по освобождению Святой Печенской земли. Она разработана Питсанно-Кирканецкая операция. Она началась здесь, вот у нас на Рабачивом, с 9-го на 10-е. После двухчасовой обработки переднего края, который вы видели, 12-я бригада морской пехоты перешла на штурм в Муста-Тунтуре в лоб. Большую роль сыграла 63-я бригада морской пехоты. Она была высажена десантом отсюда, там, где Евгеньевич и Рубятки. Это был один из крупнейших морских десантов. 2800 человек было высажено с моря. Они зашли с тыла. Я с рекой ничего не оставалось делать, чтобы все здесь побросать. А вы переднюю линию видели? Ходили по ней? Если идти вглубь, то там 4 таких линии. Представляете? Там же подняли и траншеи в полный рост, в скалах, ребятки, и все пещеры те же самые. 4. Вот, ребятки. И стали отступать по хорошо и настроенной пароваровской дороге на Печенку. Взрываем мосты и все стремно. Так что, друзья мои, вот обратите внимание вот на эту картину. Вот он написал ее очевидец. Представляете, а как же надо было ненавидеть фашизм. Так как же надо было горячо любить свою родину, чтобы снять кастки, одеть без козырки, ребятки, и идти на штурм этих неприступных обледенелых скал. И только вот так местами можно было подняться. Но со своей задачей они справились очень-очень успешно. Мы видим уже войска. Бойцы 12-63 бригад преследуют противников. Вот Папароваровская, вот они за Мустатун, или тут нет, есть КП Норд, командный пункт Норд. Вот они там встретились и стали преследовать противников. Папароваровская дорога на Печенку. Ну и итог боевых действий. Вот он, кладбище. Печенки, Фаркина, как наливали. На этом кладбище за 1200 дней и ночей было захоронено свыше 12,5 тысяч горных ядерей. Кто захотел земельки, он ее нашел. Здесь частично. В 5 раз больше у них было коллег и раненых. А сколько и все погибло, никто не знает до сих пор. Почему? Потому что у них очень-очень много пропавших в лесу.